Денис Дудкин Денис Дудкин Денис Дудкин Денис Дудкин Денис Дудкин который, в общем-то, по составу был международный, но он был без рекламы, без каких-то спонсоров. В общем, это было маленькое камерное действие, хотя это уже был международный фестиваль. Но для своих. Потом постепенно, постепенно мы пришли к мысли о том, что можно сделать больше. В какой-то момент у меня и моей коллеги Лены Удрас, которая преподает в консерватории, родилась идея вот именно такого масштабного события, и мы решили найти название. Один из одесских маркетологов подобрал нам вот это, первый одесский международный. И все равно он был органный. Но в концепции нашей было не просто показать орган, а показать необычный орган, современный орган. Орган в сочетании с другими инструментами, орган в сочетании со стилями непохожими, неподходящими в воображении человека к органу. И поэтому Одесса Мьюзик Фест больше показывает суть. Это музыкальный фестиваль, где важный инструмент орган, главный инструмент орган, но он в окружении всех остальных. Это музыка. Это не только органная музыка, это музыка вообще. И в новом современном звучании, что очень важно. Потому что в прошлом году звучал и джаз, и даже рок, и блюз. И это было настолько ново и необычно для нас, одесситов, что на самом деле собрало огромное количество положительных отлигов. Да, я помню, мне самому понравилось. Скажите, пожалуйста, какие еще музыкальные инструменты будут сливаться с органом? С чего нам ожидать? Ну, смотрите, на открытии в оперном театре 20-го числа вместе с органом будет, во-первых, оркестр. Камерный состав симфонического оркестра. Оркестр специально собран из лучших одесских музыкантов, со всех других оркестров. Собрали всех, кто на данный момент мог играть, ну, то есть по времени, по возможности присутствовать. Собрали лучших из лучших и назвали его Chamber Harmony специально под фестиваль, под проект. И затем, я думаю, что оркестр будет жить дальше своей жизнью. Ну, вот стартуем мы вместе. Управлять оркестром будет и Грязнотыков, он же потом будет играть на духовых солов с органом. Будет голос. На открытии будет такое представление образное, балерина будет. На других концертах, допустим, это 21-е число, британский органист и грузинская певица. Будет, опять же, вокал, очень интересный вокал, необычный вокал. Хотел бы специально подчеркнуть этот концерт, чтобы зрители могли отметить его для себя. Ну, давайте тогда пройдемся по программе. А, кстати, я его в перебиве, извините. И джаз, все другие возможные направления импровизации будут обязательно во всех концертах, но более все сосредоточены на 22-е число. Открытие масштабное, красивое, немножечко пафосное в нашем оперном театре. Ну, хотелось бы так, чтобы было заметно. То есть мы расширяемся, мы выходим на новый уровень. Вот от той первой камерности, такой какой-то кулуарности, мы постепенно-постепенно выходим на общеукраинский, даже, я не побоюсь, общеевропейский уровень. Название этого концерта – «Страна восходящего солнца». Почему так? Ну, понятно, что сама организмка уже символизирует собой «Страну восходящего солнца». Это Японка, Хирока Инавы. Она впервые в Украине, она впервые в Одессе, соответственно. Будет играть какие-то произведения, которые слышали одесситы, но, опять же, в очень оригинальном переложении. И в том числе будет играть музыку японского композитора, которое вообще не звучало в Украине. Современного японского композитора. То есть мы даем современную музыку. Это будет индивидуальное звучание органа, либо дополнительные какие-то звуки? Это будет орган и оркестр. Это на самом деле удивительное должно быть звучание. Уже было несколько таких масштабных органных концертов с оркестром в оперном, и это всегда завораживает одесситов. Наверняка есть еще какие-то изюминки. Ну, что не шаг, то изюминка. То есть мне не хватит времени эфирного, чтобы перечислить все. Мы стараемся сделать интересно. Самое главное, мы как с той стороны зала, с той стороны зрителя, садимся и смотрим на то, что мы представляем. Мы думаем, будет ли это оценено, будет ли это приятно, будет ли это интересно людям. Вот с такой точки зрения мы стараемся строить представление. Я думаю, что всем зрителям понравится. И в продолжение уже 21 марта будет концерт в органном зале на Пастаре 62. Название «Музыкальный мостик Азия-Европа». Да, я уже забежал немножко вперед, сказал, что это будет британский музыкант и грузинская певица. В общем-то, я уже все рассказал об этом концерте. Вы можете посмотреть на фейсбуке, на страничке нашей, или в интернете, на OdessaMusicFest.org, посмотреть, кто поет, что поет. И 22 марта современное звучание органа, уже полюбившийся Бернард Струбер. Да, будет два французских музыканта. Бернард Струбер, которого уже достаточно высоко ценят одесситы. И приедет вместе с ним Трубач. Трубач из состава его джаз-тета, так называются его джазовые коллективы Франции. Сэр Шефслер. Кроме этого, будут две наши певицы, Елена Вишневская и Елена Рихтер. Ну, тоже потрясающие голоса, которые очень любят Одессу. И которые, не знаю, пробирают, наверное, все-таки до глубины. А Елена Удрас будет участвовать? Она, как художественный руководитель, стоит за кулисами. Ах! Точно, она поддерживает своим присутствием. Конечно. Как проходят репетиции? И есть ли репетиции в общем? Очень напряженный график. Уже приехали трое музыкантов. Остальные вот сегодня-завтра подъедут. И очень напряженный график репетиций. Даже по ночам. Вот реально даже по ночам. А в прошлом году вы преследовали еще очень важную благотворительную миссию. Остаются ли подобные проекты в этом году? Да, у нас есть благотворительная миссия в этом году. К сожалению, она довеяна событиями наших дней. Мы хотим собрать средства для лечения раненых. То есть мы знаем, что эта категория людей в центре внимания, но нужд там больше, чем желающих помочь. А как можно поучаствовать? То есть все деньги будут туда уходить? Да, да, да. Просто мы поставим волонтеров с какими-то такими прозрачными урнами. Куда можно будет опустить пожертвования. Потом три человека, включая бухгалтера, посчитают, ставят так и передадут. Мы подумаем, каким образом. Либо через волонтерскую организацию, которая помогает госпиталю, либо напрямую насчет госпиталя. Ну, то есть как правильно будет, как бухгалтер скажет. А билеты еще остались? Потому что мы уже слышали, что достать их трудно. Билеты еще есть. Уже не любой ряд, любое место, но еще можно, в общем-то, приобрести в кассах города. Ну, тоже здорово. И можно ли будет пообщаться с музыкантами, возможно, в процессе? Конечно, конечно. Во-первых, вас приглашают. Спасибо. Взять интервью. И послушать. Извините. Послушать концерты. Ну, и, конечно, мы завтра, какой завтра, уже сегодня, мы делаем пресс-конференцию возле органа, дадим звук, дадим голос, расскажем, покажем, всех музыкантов представим одесситам. Ну, и, наверное, в принципе, довольно трудно организовывать сейчас любые мероприятия в городе, потому что мы знаем, что государственное финансирование, ну, практически отсутствует. Каково? Это частная инициатива. То есть наш фестиваль – это частная инициатива. Вот я и Лена Удро вдвоем как бы вот это все придумали. Но помогают нам воплотить множество других людей. К сожалению, к сожалению, мало людей сейчас в Одессе хотят вкладывать средства в собственный город. И это печаль. Потому что все мы жалуемся, что мы теряем туристический статус, закрываются гостиницы, закрываются рестораны, не хватает туристов. Ну, в связи действительно с объективными трудностями. Но есть еще и субъективные компоненты. Если мы сами ничего не делаем, то вот те объективные будут помножаться на наши внутренние, и все это будет как комрасти. То есть одесситы должны быть заинтересованы в том, чтобы имидж нашего города оставался на прежней высоте. Чтобы туристический центр Одессы, культурный центр Одессы звучал в эфире, звучал в телевизионных программах, как в Украине, так и по всему миру. Вот мы стараемся это делать. И те, кто нам помогает, тоже стараются это делать. Меня в этот раз очень сильно поддержал бизнесмен, который близок к партии «Самопомощь», не к партии, к организации общественной. И поэтому логотип «Самопомощь» тоже стоит на нашем плакате. Я просто благодарю этих людей, которые решили, будучи сами в Одесской области и проживая в Киеве, решили поддержать Одессу вот таким вот образом. Ну и все-таки на вашем фестивале лежит очень такая веская культурно-просветительская миссия. Конечно, конечно. Мы очень сильно, очень сильно заинтересованы в том, чтобы молодежь приходила в наши концерты. Я вчера был в университете, разговаривал с лидерами молодежных организаций в университете позавчера в пищевой академии. И я вижу, что ребята, услышав о концепции фестиваля, услышав, что это современное звучание органа, очень заинтересовались. Я надеюсь, что будет достаточно много студентов. Ну а когда слышишь удивительный рок или джаз в исполнении органа в такой необычной обстановке, это всегда завораживает, ну и, наверное, заставляет полюбить орган, ведь влюбиться в этот инструмент просто невозможно. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. У вас на самом деле очень плотный сейчас график, и, наверное, времени выкроить было тоже сложно. Если минутка есть, я расскажу историю. С удовольствием. Позавчера... Ну, я не думал вообще это рассказывать, но просто у вас передача располагает к откровенности. Позавчера я настолько был плотно загружен текучкой по фестивалю, звонками, разговорами, анализом входящих-выходящих мейлов, что я, утром отвезя семью в город, оживая за городом, вечером забыл ее забрать, приехал домой, только там обнаружил, что они остались в городе. Хорошо, что тут теща живет, и они ночевали у тещи. Можете себе представить. Ну, хорошо, что семья понимает и поддерживает. Да. Это тоже здорово. Спасибо еще раз вам большое. Всем одесситам спешим напомнить, что 20, 21 и 22 марта в Одессе пройдет масштабный фестиваль органной музыки «Одесса Мьюзикфест». Всю подробную информацию мы еще обязательно озвучим в нашем программе «Утро на седьмом», либо же ищите ее в социальных сетях и на сайтах. Все подробно написано за то, что тоже организаторам спасибо за это. И вам спасибо. Ну, а мы движемся дальше, и напоминаем, что сегодня в гостях у нас был Денис Дудкин, президент фестиваля «Одесса Мьюзикфест». Ждем, наверное, вас с подведением итогов. Ждем. Вскоре. Большое спасибо за то, что вы к нам пришли в гости, нашли время. Ну что ж, друзья, к сожалению, пришло время нам с вами проститься. И именно в этот момент хотелось бы вам сказать, не прощаемся, но до свидания. Мы вам сегодня скажем. Сегодня в студии с вами улыбалась милая ярко Татьяна Шлихтенко. И бодрился, шутил Дмитрий по дороге. Вам хочется еще быстро напомнить о нашем конкурсе. Конкурсе весенних фотографий, который проходит у нас в программе «Утро на седьмом канале». Либо присылайте нам фотографии на нашу страничку в Facebook, либо же приносите их по адресу Старопортофранковская, 99. В конце месяца обязательно подведем итоги, раздадим огромное количество подарков и пригласительных. Так что спешите участвовать в нем. А сегодня мы вынуждены рассказать вам до свидания. Спасибо, что были вместе с нами и надеемся, мы вас все-таки разбудили. Пока-пока.